Ребята, всем привет! Ой, стоило мне пропасть на неделю со своего канала, как вы меня завалили сообщениями и в личку, и в ютюбе, и везде, что Люба, куда ты пропала? Куда ты пропала? Что с тобой случилось? Ребят, со мной ничего не случилось, с моим мужем тоже ничего не случилось, мы живы, здоровы, у нас всё замечательно, всё прекрасно. Просто мы были немного заняты с мужем, и у меня вообще не оставалось времени на съёмки, чтобы просто снимать обычные какие-то влоги для вас, и мы делали свои дела, это личные дела, я не могу вам их озвучивать, дабы что-то должно оставаться за кадром. Но сейчас я свободный человек, я решила все свои дела, и буду вас радовать в видео, не переживайте, я к вам вернулась, так что будут теперь постоянные-постоянные видеоролики, будем с вами готовить, убираться, я не знаю, болтать какие-то, болталки буду отвечать на ваши вопросы, всё, что было раньше, всё возвращается на мой канал, так что всем добро пожаловать, кто скучал, я к вам вернулась. Что, ребят, я сегодня планирую приготовить, покушать. У меня, смотрите, есть три муки, три пакета, и вот в этом ещё более-менее, а вот в этом вообще прям капелюшечка мука, я не знаю, что я её храню-храню. Но знаете, у меня, вдруг говоря, закончилось, ну вот осталось вот так вот муки, я что-то планирую приготовить, думаю, мне столько не хватит, надо взять ещё упаковку. Упаковку покупаю, забываю, что у меня-то ещё оставалась старая упаковка, открываю, когда начинаю готовить, открываю новую упаковку, и вот они у меня уже две, уже третий с остатками, надо это всё дело израсходовать. Что я планирую? Я планирую сегодня приготовить пельмени, но это нам на обед, ну, домашние, хорошие пельмечки. И думаю, на ужин сразу уже приготовить макаронные котлетки, так как я сейчас накручу фарш, чтобы, раз уж будет фарш, часть фарша использую на пельмени, часть фарша использую на котлетки для ужина. В общем, будем с вами готовить кушать. Так, что, как я делаю тесто на пельмени? Я беру 4 стакана муки, вот, один стакан насыпаем, так, второй стакан. Все мне постоянно, когда я что-то готовлю из муки, пишут, Люба, почему ты не пропускаешь через ситечко муку? Надо пропускать. Так, вроде это все, так, не полно. Нет у меня ситечко, ребят, не знаю, когда мы будем в городе, чтобы я его купила. Я как-то покупала в фикс-прайсе, я показывала. И у меня эта ситечко сломалась в первый же день, ну, с фикс-прайса. Я потом тоже показывала, что вот я в первый раз как и решила с него с этого нового ситечка что-то приготовить с мукой. И оно сразу у меня сломался, этот стаканчик. В общем, неудачная была покупка, а в очередной раз ехать в город, короче, что-то как-то не складываются, не складываются дела. Так, это мука у меня тоже все. Поэтому будем обходиться без ситечка. Так, это у меня уже третий стакан. Или у меня трех хватит, что я даже не знаю. Наверное, трех до ста... Нет, давайте четыре. Так. Все, тут у меня чуть-чуть рассыпалось. Что-то добавим. Так. Затем... Так, берем муку. Затем добавляю сюда одну чайную ложечку соли. Без горки. Так, добавили соль. Здесь у меня четыре яйца. Ой, здесь у меня два яйца. Да, я их уже разбила и размешала вилочкой. Так. И что я делаю? Заливаю эту муку стаканом кипятка. Здесь у меня кипяток. И добавляю растительное масло. Ну, растительное масло на глаз. Так. Достаточно. Теперь все это замешиваем. Только как это замешивать? Очень-очень горячо. Сейчас я возьму вилочку. Начну вилочкой. Сейчас оно как раз немного приостынет, пока я мешаю. Потом уже руками буду домешивать. Тесто на пельмени я всегда делаю с кипятком. Мне кажется, это самое лучшее тесто получается, когда именно на кипятке. Так, ну, уже терпимо рукам все такое домешаю. Так. Прикладываю тесто с чашки на стол и уже вымешиваю на столе. Такое горячее. Очень много вопросов мне писали под видео про сегодняшнюю ситуацию в нашей стране. про эпидемию. Как обстоят дела у нас на севере? Всем почему-то интересно, что у вас у всех вот так. Как же обстоят дела у нас с этой эпидемией? Как бы... Как мы тут живем? Ребят, мы живем точно так же, как и вы. Точно так же. Я не знаю, мы же... Может быть, мы и живем на севере, но мы такая же Россия, как и вы. И все законы, которые принимаются в России, они на нас тоже действуют. У нас введен карантин, как и у вас. Запрещено просто так гулять на улице. У нас не играют дети на детских площадках. Не гуляют просто так жители нашего поселка, ну, просто вот, чтобы по поселку пойти погулять. У нас такого нет. Все жители из дома выходят только лишь, если им надо в аптеку, либо им надо посетить продуктовый магазин. Все. Так все сидим дома, все на карантине. Ну, как бы, я не знаю, все то, что там и работы, да, так же у нас отменили работы. То есть у нас остались не отмененные работы, лишь трассовые работы. Но так как это стратегические, ну, важные объекты, на этих объектах нельзя прервать работу. Так как, сами понимаете, нас людям нужен, поэтому, как бы, трассовые работы не прервали. Но все работы, которые велись просто в поселке, все работы, все работы у нас, как и у вас, все закрыты. Это люди сидят дома, на работу никто не ходит, на работу никто не ходит, и все сидят дома с сохранением зарплаты. Все. Ну, единственное, что, насколько я знаю, вроде как отменены вот какие-то надбавки. То есть, допустим, вы можете, как вы там раньше могли получить зарплату с премией, с какими-то такими надбавками, если вот у кого-то есть зарплата, то, как бы, в связи с тем, что вот люди просто сидят дома, эти все надбавки отменены. Ну, свой оклад, все, у кого есть какой оклад, все его получат, несмотря на то, что сидят дома. Ну, работа, я говорю, все, у кого были работы в поселке, у всех они остановлены на время карантина. Мы все сидим дома, ребят. Так что у нас все то же самое, как у вас. Тесто я замесила, вот такой вот у меня комочек получился. Сейчас я вам поближе покажу. Вот такой вот комочек. Ну, теперь этому тесту нужно отдохнуть. Отправляю обратно в чашку, накрываю пищевой пленкой. Многие, я знаю, просто полотенчиками накрывают кухонными. Ну, вот так тесто, когда оставляют отдыхать. И я так не делаю, у меня тоже как-то в комментариях спрашивали, Люба, почему ты именно под пленку, как бы, тесто оставляешь, а не полотенчиком кухонным? У меня, к сожалению, нету полотенца в кухонных без запаха. А я бы не хотела, чтобы тесто приняло запах полотенца. Но что я имею в виду? Вот эти все стиранные, чистые кухонные полотенчики, которые у меня есть, они все очень сильно пахнут кондиционером для белья. Когда я их стираю, я добавляю при стирке кондиционер для белья, и у каждого моего кухонного полотенчика имеется вот такой, ну, ярко выраженный аромат вот этого кондиционера. И я думаю, если я этим кухонным полотенчиком накрою тесто, то в дальнейшем тесто будет с этим химическим ароматом кондиционера. Я бы так не хотела, поэтому я просто накрываю пленочкой. Но если ваши полотенчики не имеют посторонних ароматов, я думаю, что да, наверное, правильнее бы было накрывать тесто полотенчиками. Оставляем его отдыхать. Тесто должно получиться эластичнее. Так, две упаковочки у меня израсходы, но тут еще немножко осталось, но хотя бы от этого уже избавлюсь. Пока тесто у меня отдыхает, я сейчас подготовлю фарш. Мне надо накрутить фарш. У меня просто как бы целый кусочек мяса. и к вам вернусь. Прошло полчаса. Посмотрим, что стало с моим тестом. Фарш я тоже подготовила. Добавила сюда очень много лука, чеснока. Он у меня прям сочный. Но тесто все. Оно полностью готово. Оно очень-очень эластичное. Вот, ребята. Ну, вообще. Очень эластичное. Так, что... Как я делаю дальше? Отрываем комочек. Уже мука не нужна. Муку я, когда вот вначале замешиваю, я ее еще добавляю. А потом уже все. Оно такое эластичное. Ну, за счет кипятка, что вообще оно... Оно вообще не прилипает ни к столу, ни к скалке. Можно спокойно раскатывать. Делаю жгутик. Так, ножом нарезаю небольшие кубики. Ну, вот так вот пальчиком приминаю эти кубики. И раскатываю. Раз. Все. И раскатываю. Я тесто на пельмени раскатываю всегда очень тоненько, потому что мы любим, когда тесто прям тоненькое, чтобы больше чувствовать мясо, чем тесто. Очень эластичное, вообще замечательное. Так, и теперь беру тесто, беру фарш. Тоже много взяла. И люблю обычные пельмешки. Вот так. Пельмешки у меня небольшие размером. Видите, такие маленькие. Ну, мы такие любим. Такая вот красота. Все, ребята, у меня все готово. Смотрите, у меня получилось 3 разноса с пельменями. Ну, я сейчас часть сварю, а остальное все уберу в заморозку, потом, может быть, когда-нибудь в охотку нам еще захочется сварю, потом уже с заморозки. Приготовила котлетки, сделала вот такие вот кругленькие из оставшегося фарша. Вот тут 3 у меня и тут. Я их сделала в панировке из манки. То есть я каждую котлетку, ну, в манке обмакнула. Здесь у меня что? Здесь сейчас включим, будем жарить котлетки. В общем-то, я молодец, но только я немного устала. Лепить пельмени, это так долго вообще, ребят, я не знаю. Ну, нудно. Сидишь вот это вот, лепишь, 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 лепишь. Думаешь, да, е-мое, когда уже это тесто закончится. Я уже была готова под конец, знаете, их делать вот такого вот размера, лишь бы побыстрее тесто закончилось. Ну, думаю, нет, Люба, надо нормально сделать. Все, с котлетками процесс пошел. Котлетки жарятся. Воду я поставила на макарошки, на пельмени. Ой, хочу, знаете, хочу макароны сделать просто с яйцом. Ну, сначала их отварить и потом обжарить сырыми яйцами до готовности. Не знаю, что-то так захотелось, просто макароны и котлету. Ну, я имею в виду то, что не делать никакую подливу, никакой соус к макаронам. Не знаю, надоело вот это вот, когда с соусом. Часто так в последнее время я это готовила. В общем, давайте я сейчас все приготовлю, и я к вам вернусь. Первая партия пельмешек готова. Я сейчас хочу один разрезать. Вот, разрезала. Вот так вот он выглядит. Сейчас зову мужа, мы садимся обедать. Ребят, это пипец. Была, короче, приоткрыта тумбочка. Ну, ящик в тумбочке. И кот как-то туда залез, умудрился залезть. Ну, это я сейчас уже до конца этот ящик открыла. А вытащить я его не могу. Он застрял. И что теперь делать, я не знаю. Барс, давай, ты сможешь. Ну-ка, вылази. Барс. Да ё-моё. Давай, вылази. Барс. Как его вытащить, ребят? Чё, Каспер? Друг твой. Дурачок? Ну-ка, вылази. Блин. Ты жирный кот. Давай, давай. Тащись. Лапу. Давай лапу. Лапа застряла, блин. Ё-моё. А, всё. Так. Давай, 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 давай. Давай. О, всё. Освободила. Ненормальный, блин. Барс, ты ненормальный. Ты вообще нормальный кот? А? Скажи нам, ты нормальный кот? Напугал меня. Я уже, если честно, прежде чем взять камеру, я уже минуты 3-4 вот так вот пыталась его вытащить. У меня не получалось его вытащить. Я уже так испугалась. Ой, дурында. Ой, ребят, уже вечер. Я что-то как-то это, отвыкла снимать влоги. Сама, знаете, хожу, колгочусь, суючусь по дому, что-то делаю и забываю, что, блин, Люба, почему ты опять ничего не снимаешь? Надо же теперь снимать. Забываю. В общем, мы уже поужинали, уже вечер, ребят. Это всё, что вот осталось от моих котлет. Мы уже половину съели. Вот макарошки, ну, с яйцом я обжаривала. Очень вкусные, яичные. Мы любим. Что, давайте я вам отвечу на самый, вообще в последнее время часто задаваемый вопрос. Буду закругляться. Сегодня не знаю, какой он там получится, влог длинный, не длинный. Завтра уже для вас что-то поснимаю. Что, вот это время, пока я отсутствовала, комментарии-то приходили, и очень-очень много комментариев было, опять же, по поводу эпидемии. Моё отношение по поводу карантина, по поводу этого всего. Что я об этом думаю и так далее. Всем интересно знать. Ребят, что я думаю? Я считаю то, что ввели карантин, это правильно, так как если вы смотрите новости, то в других странах смертей уже очень-очень много. Очень много. И не хотелось бы, чтобы в нашей стране было то же самое. Моё мнение, чем люди ответственнее подойдут к карантину, тем быстрее это всё закончится. Если люди по-настоящему будут сидеть дома, без всяких оговорок, как бы без всяких, ой, я соскучилась по подружке, пойду всё-таки хотя бы к подружке в гости схожу. Ой, ну я уже вообще не могу, я уже пятый-седьмой день сижу дома, хотя бы уже просто погулять. Ну хоть чуть-чуть погуляю. Я вот совсем чуть-чуть погуляю. Чем больше будет таких людей с разными вот подобными мыслями, чем больше людей будет всё-таки выходить, контактировать, выходить, контактировать, тем всё больше и больше вирус будет распространяться и всё сложнее его будет остановить. Давайте все отнесёмся к этому более серьёзно. Все, у кого есть такая возможность, кто действительно освобождён от работы, у кого есть такая возможность находиться дома, давайте будем умными и просидим этот период дома. Как бы не хотелось гулять, как бы не хотелось к своим подружкам или ещё куда-то, надо это потерпеть. Это гораздо лучше, поверьте, потерпеть это одиночество, как бы эту изоляцию, самоизоляцию в доме, чем наблюдать, как гибнут люди. Это очень страшно, и не дай Бог, чтобы это касалось чью-либо семью в нашей стране, что у них погиб мать, отец, брат, сестра или их ребёнок. Это очень страшно, и дабы этого не допускать, я говорю, всё, чем мы можем помочь, это ответственно соблюсти карантин. Я вам всем желаю здоровья. Крепитесь, держитесь, сидите дома. На данный момент это самое главное, что мы все должны сделать. Посидеть дома, не дать распространиться всяким нехорошим бякам в нашей стране. Всем-всем крепкого здоровья, и хочу сказать не до скорой встречи, а до завтра. Обещаю, что завтра вам сниму новый влог. Всех люблю, целую, обнимаю.